Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Зварич, я являюсь международным преподавателем, судьей украинских и международных чемпионатов, также основателем JZNELS Group, школы лучших мастеров. Как мне удалось все успеть? В первую очередь, конечно же, время наш союзник, и каждый человек способен, мне кажется, принимать решение выбирать, кем ему быть, кем ему стать и как ему состояться в этом всем. Конечно же, те люди, кто рядом, они помогают, вдохновляют и подают большой пример. В первую очередь, конечно, примером для меня была моя семья, мои родители, которые состоялись безупречно, как сплоченная семья, я хотела такую же. Поэтому, мне кажется, что нет нерешенных задач, есть те задачи, которые заставляют нас стремиться, можно так сказать, становиться лучше. Потом появился человек в моей жизни, это мой муж, который поддерживал меня во всем. Но тут, конечно же, нотка трудоголизма все-таки есть. Я безумно люблю свою работу. Это помогает мне вдохновляться своими студентами, людьми, с которыми я работаю, нацеливает меня на новые перспективы, достижения, техник, целей, создание чего-то нового. Это заряжает. И я надеюсь, что в скором будущем это подаст большой пример моим детям, и они возьмут хорошую модель поведения, наверное, в этой жизни. Это самое ценное. Пришла в ногтевую сферу очень интересно, смешно. Да, это было дело случая. Я ходила на маникюр к своей подруге, на то время у нее был свой салон. На сегодняшний день она уже врач-дерматокосметолог. И, можно так сказать, между парами, желая, имея возможность подрабатывать, я пошла к ней учиться искусству маникюра на тот момент, как я считала. И на второй день после обучения я уже села работать с клиентом. Это был сразу провал полный. Я плакала и решала, наверное, что это не мое. Но затем эта струя меня так захватила, вдохновила. Да, и человек, который не останавливается, не смотрит на, можно так сказать, на преграды. Вот. Это меня заставляет преодолевать эти преграды. Я поставила себе задачу, пока я не сделаю хорошо, я не успокоюсь. Вот. И до сих пор, наверное, этот лозунг в моей жизни звучит. Пока я не сделаю хорошо, я не успокоюсь. Я сделала хорошо и продолжаю это делать на сегодняшний день. Хорошо. Преподаватель, сразу отвечу, да. Все остальное, это вспомогательные такие. Это, знаете, как проводники к основной сфере деятельности. Я считаю, что хороший преподаватель, он всегда и директор, хороший преподаватель, он всегда и судья, потому что ты, по сути, этот приговор, да, выносишь каждому своему студенту в конце курса. Директором преподавателя делает организационные вопросы в любом случае. Хороший преподаватель — это хороший менеджер, хороший преподаватель — это хороший оратор. Да, я преподаватель. Конечно же, те техники, которые созданы лично мной, они являются самыми любимыми, потому что в первую очередь, не потому что я их сделала, а потому что я вижу результат, когда эта техника оживает в руках другого человека и приносит ему результат, в первую очередь. Поэтому это, наверное, самое ценное, когда то, что ты создаёшь, живёт у другого в жизни. Вот, и они там вдохновляются. Это, наверное, самое лучшее, чего может достичь человек-создатель. Поэтому и мне не зазорно даже на сегодняшний день, я уже не стесняюсь, я хочу, так сказать, говорить о том, что, да, называть себя автором техник. Поэтому могу сказать, что курсы на сегодняшний день Джейзи Нелс Групп, одни из самых сильных, укомплектованные программы, достаточно мощно, в первую очередь, на достижение результата каждого человека с любым опытом работы. На это нацелены все преподаватели моей школы, вот, и я думаю, что в этом и есть успех в командной работе, в работе студентов, в их отдаче на курсах и, конечно же, в результативности этих техник. Самое любимое, честно скажу, как бы я не любила маникюр, как бы я не создавала безопасной техники по отношению к ногтю. Самые любимые курсы вообще это моделирование. Я безумно люблю моделировать ногти. Что меня вдохновляет? В первую очередь, конечно же, энергию получаю только от своей семьи, в любом случае, потому что это то, что помогает мне двигаться дальше. Как бы не банально, наверное, это звучало, знаете, как с экранов больших телевизоров. Моя семья, спасибо папе, спасибо маме, спасибо Богу. Однозначно да. Но что касается работы, вдохновение черпаю от самого процесса, от своих студентов, потому что это те люди, которые делают тебя преподавателем. Если бы не было их, не было бы меня. И самым моим большим достижением, можно так сказать, я всегда говорю, что не медали делают чемпиона чемпионом. А мои медали, в данном случае, это мои студенты. Это то, что действительно сделала Юлию Зваревичу. И мне кажется, что кроме них никто, наверное, не способен поднять меня на какой-то высший уровень. Поэтому я стремлюсь только для людей, отдавать людям. И у меня есть определенный принцип, чем больше я отдаю, тем больше я получаю. Я надеюсь, что этот поток никогда не остановится. И не поток людей, поток отдачи этой энергии. Потому что здесь для меня это очень важно. Очень важно. Вот. Чтобы студенты были счастливы. Ну, как для любого преподавателя, наверное. Так что вот так. Да, вдохновение от людей, в первую очередь. Да. Мой муж был против. Был против, но... Да как любые мужья против в том, чтобы, да, там... Все хотят жену, которая сидит дома с детьми. Но в любом случае, я же понимаю, что его вдохновляет то, чем я занимаюсь. Потому что он смотрит и гордит со мной. И это очень ценно. Вот. Конечно же, дети недополучают. Но в любой момент, когда я свободна, я пытаюсь дать им очень много. Вот. И в любом случае, успешная мама — это не та мама, которая сидит с ними рядом, вытирает, да, сопельки там и водит за ручку в сад. Успешная мама — это та, которая организовала для них комфорт во всем. И при этом дает максимально много любви. И проявление у любви в наше время есть в разных сферах. И самое важное, что мои дети это чувствуют, они это знают, они это ценят и они меня любят. Был момент, когда я хотела все бросить. Этот момент есть у всех профессионалов, у всех полностью. Каждый... Опять же, я почему сравниваю нас всех в сфере nail-индустрии с чемпионами? Потому что люди, которые достигают высот в этой сфере, они те, которые... Знаете, как в тренировках ты разбиваешь колени в кровь, но ты встаешь, да, и идешь, достигаешь цели. Как любая балерина стирает ноги в кровь, но она становится на пуанты и продолжает работать над собой. Здесь то же самое. Ты понимаешь, что каждая ситуация делает тебя сильнее, в первую очередь. И если ты сейчас остановишься, это будут ждать все. Вот. Но что ждешь ты? Я всегда себе задаю вопрос, что ты ждешь, Юля? Что будет? Да, куда ты пойдешь? Что будет дальше? В чем ты откроешься? И когда ты уже проделал определенный путь на достижение какой-то цели, ты понимаешь, что у тебя есть, можно так сказать, возможность строить какую-то лестницу сначала или продолжать строить эту лестницу. Вот. И я всегда выбираю строить эту лестницу, как бы ни было тяжело. Поэтому, честно, не представляю себя, вернувшись, допустим, на путь преподавателя в университете. Не представляю, потому что имела такой опыт, слава богу. Но не представляю, честно. Сколько бы у меня там образования там не было, и как бы я, можно так сказать, не могла бы себя реализовать как преподаватель в УЗИ, допустим, да, или в учебном заведении, там, государственном где-то. Хочу сказать, что все-таки моя стеза передавать знания, да, но многодумно, ногтевой индустрии. Это точно. Есть. Есть вещи, над которыми я работаю, есть вещи, которые мне хочется достичь. У меня эти цели прописаны. Я всегда пишу на бумаге именно то, чего я хочу. Я всегда, можно так сказать, да, говорю это небу. И это сейчас так модно, наверное, называть. Для меня просто это является одной из неоприемлемых сфер в жизни, можно так сказать. И человек — такое существо, вы знаете, которое должно, наверное, чего-то достигать. Если этого нету в жизни, он не созревает как личность, в первую очередь. Поэтому любая достигнутая цель дает мне продолжение, можно так сказать, возможность ставить что-то вперед и достигать следующей. Есть цели. Ну, конечно же, без зазора говорю, это собственный бренд, но это больше не цель, вернее, это больше не мечта, это цель, да, которая уже на сегодняшний день очень близко к реализации. Конечно же, это развитие, вот одна из главных целей, наверное, не останавливаться. И, может быть, я не буду, можно так сказать, громогласной. Я человек, это совершенно нормально. Да, я боюсь остаться позади. Ну, то есть, вот это единственное, наверное, чего не хочется встретить в своей профессиональной жизни, не успеть добежать. Вот. И когда, можно так сказать, знаете, есть спринтеры, есть марафонцы, хочется продолжать быть марафонцем все-таки. Я надеюсь, что-то у меня получается. Выгорание — это один из самых главных моментов, которые меня интересуют лично. Я скажу честно на практике. Не было выгорания. Я не понимаю, что это. Когда мне говорят, мои коллеги делятся, говорят, всё, вот у меня момент выгорания. Я говорю, ты приняла решение на этот момент выгорания. Мне нужно отдохнуть, сменить, конечно, обстановку. Каждый человек должен менять обстановку. У кого-то это отдых, у кого-то это уехать на острова или ещё что-либо. Для меня не потерять себя в этой профессии, можно так сказать, потому что выгорание — это, наверное, в первую очередь потеря себя. Ну, кто-то есть на самом деле в этой профессии. Потому что, когда ты живёшь этим делом, когда это твоя жизнь, когда это твои вложения во всех сферах, начиная от энергии, заканчивая финансами, мне кажется, ты просто не способен остановиться и будешь делать всё для того, чтобы это было живо и действенно, можно так сказать. И в первую очередь в этом всё был жив ты. Поэтому как отдых мне не помогает. Сразу скажу, я человек, который не умеет отдыхать, и я не вдохновляюсь от отдыха. Но я вдохновляюсь от общения с другими людьми, и для меня, наверное, нет вот этого эффекта. Это эффект выгорания. Почему? Потому что я всегда учусь. И общение с другими людьми, общение с профессионалами, общение и развитие в других сферах ногтевой индустрии, не только, допустим, как преподавание, но и как, опять же, в чемпионатном движении. В первую очередь, я думаю, что если в каждом человеке, в его профессионализме будет развитие, у него не будет выгорания. Выгорание происходит тогда, когда нет развития, когда происходит застой, когда человек не видит выхода в том, чего он на сегодняшний момент достиг. И я всегда привожу, мне недавно звонила моя коллега и жаловалась на то, что вот-вот я чувствую, я, наверное, выгораю. Я говорю, выгорает спичка, костер, источник, он не выгорает. Он может леть, но от него заряжаются все. В любом случае все всегда подносят факел на зажигание к этому источнику, к костру, который вечному огню, по сути. И он может немножечко стухать, но он горит всегда. Это просто нужно найти. Найти то, что поддерживает, это такой огонь всегда. Самое главное не быть спичкой. Вот это я желаю. Самое главное не будьте спичкой. По поводу времени сна, это очень забавная вообще тема, потому что сплю я очень мало. Просто по нужде, можно так сказать, когда организм уже говорит, что все, я уже никакой. И в основном сутки это выходит где-то 4-5 часов всего лишь. Но на самом деле я сова и ложусь очень поздно, просто физиологически. Вот такие у меня физиологические часы. Но по, можно так сказать, по затрате и времени я вынуждена вставать рано утром, потому что я мама. Я как нормальная мама собираю детей в сад, в школу. Все нормально, когда я нахожусь дома. Если я не дома, то я на работе, мне нужно тоже вставать рано. И поэтому график у меня, честно скажу, нечеловеческий. Меня друзья всегда смотрят и говорят, ты какой-то робот. Я имею очень плохую привычку, я не пью витамины. Наверное, это единственное. Но секрет, наверное, в том, что я рожаю детей. Мне говорят, что организм обновляется. Это такая шутка, конечно же. Каждому желаю отдыхать, чего не умею сама. Пожелаю, потому что об этом все говорят. Наверное, это всем помогает. У меня единственное, что есть секрет. У меня есть день тюленя, я его называю. Когда я действительно должна просто в горизонтальном положении полежать. Я все равно работаю, но мне нужно полежать, можно так сказать. Это будет крайне редко, крайне редко. Но мне помогает. Поэтому день тюленя, наверное, должен быть всей в жизни. Но спать я не умею. Есть. Да, есть помощники. Помогают много. Конечно же, родители. Это моя главная опора. И у меня есть две няни. Няня для старших детей. И она с нами довольно-таки долго. И когда родилась младшая дочь Варвара, к нам в жизнь, в нашу семью пришла еще одна няня. Вот тоже. Все члены семьи. Поэтому мне безумно с этим повезло. Безумно. Мои дети счастливы, потому что, ну, когда, конечно же, муж дома, потому что у меня муж тоже работает, да, очень много, как и я. Вот. То мамы, можно так сказать, им не надо у нас как бы в этом плане. Основная цель в семье – это любовь, конечно же. И когда есть один из родителей, мне кажется, что и тот, и тот должен полностью стопроцентно выдаваться, да, вот в этом качестве, как родитель. Независимо, ты мама или папа, как тебя зовут и тому подобное. Когда нас нет, они ее все равно чувствуют. И заботу дают вот эти близкие люди, вот. Ну, особенности, конечно, бабушка и дедушка. Однофресс появился три года назад, очень спонтанно и смешно. Мы переехали на новое помещение. Я открывала именно JZNLs Group, да. И администратор наполнил мне, что у меня в перископе скоро эфир. Мне нужно было по другой технике, по технике моделирования без форм. Вот. И руки у меня были без маникюра, но у меня была только одна фреза. И на тот момент это была не эта фреза, на которой сейчас идет курс. Вот. И апельсиновая палочка. Только один инструмент. Я сделала и маникюр, и при этом нашла новые пути достижения превосходного результата по отношению к ногтевой пластине. Они мне понравились. Ближайшую неделю я в них усовершенствовалась и выработала три техники сразу, которые на сегодняшний день являются одними, можно так сказать, из самых результативных в плане безопасного маникюра по отношению к ногтевой пластине. Потому что сейчас о безопасности говорят с разных сторон. Конечно, есть аспекты, да, и в безопасности обработки инструментов, безопасности, допустим, неповреждения кожного покрова. Но для меня на сегодняшний день важна сохранность ногтевого аппарата, потому что это то, что не имеет права на регенерацию, к сожалению. В нашей профессиональной деятельности должен подниматься вопрос, в первую очередь сейчас об этом, потому что мастера зачастую не задумываются не в то, что они делают, а как это они делают. И моя на сегодняшний день цель, наверное, дать им возможность понять, как это делать правильно, да, и как можно поступать правильно по отношению к ногтю. Что касается других стран и приглашений за рубеж, и какая техника там выстрелила, выстрелила, да. Конечно же, однофресс выстрелил первый. Почему? Потому что это время. Это главный ресурс в жизни каждого человека и главный, можно так сказать, дивиденд, в который мы должны влаживать. Если есть возможность сократить время в работе, ты имеешь право потом принять больше людей. При этом на затрату, можно так сказать, физического ресурса, как сил, тебя должно уйти меньше. Соответственно, однофресс дает возможность, раскрывает возможности каждого мастера, дает перспективу развития, потому что сокращение времени на процедуру маникюра уходит в разы. То есть, если многие работали раньше на процедуре маникюра в роторных техниках, в аппаратных техниках, около получаса, это самые, можно так сказать, профессионалы, да, те люди, у которых есть и был опыт, то в однофрезе это 15 минут затраты на все 10 пальцев в чистоту. Вот. И, конечно же, это индивидуальный подход к каждому клиенту. Вот. Здесь не дело во фрезе, дело в технике. И я даю инструменты для мастера, инструменты для показаний относительно того или иного ногтя, относительно той или иной кожи, инструменты для достижения результата, стопроцентного результата для качественного и безопасного маникюра. Поэтому считаю это одним из моих главных достижений. Вот. И это то, что заставляет придумывать новое, создавать новое, усовершенствовать то, что есть на сегодняшний день. И это круто. Вот. В Европе, конечно, все гонятся за временем. У них чуть-чуть другое понятие. Но нам есть тоже, чего у них поучиться. Вот. Но очень ценно, что ты востребована, это важно. То, что люди вдохновляются тобой, а ими. Это самое важное, наверное. Дорогие коллеги, да, люди, которые начинают работать в нашей профессии, люди, которые пришли, только-только стали на путь развития, можно так сказать. И главное в этой фразе, которая сейчас сказала, слово развитие. Я желаю каждому из вас, каждому из вас развиваться, не останавливаться на достигнутом, пробовать и кайфовать от всего нового в нашей индустрии, ставить для себя задачи, выполнять их и не бояться двигаться вперед. Не бояться смотреть на других людей. Не бояться принимать, можно иногда сказать, да, критику. Вот. И не вешать на себя ярлыки. Потому что никто из вас не самоучка. Ни один мастер не является самоучкой. Желаю подниматься самородком и не останавливаться на вот этом неограненном уровне. Желаю каждому куску угля дойти до своего ограничика и стать бриллиантом.